всем привет с вами снова я настя и да это второе видео про мой уже второй триместр про мою беременность и я снимаю параллельной сторон так что у нас кадре будет собака периодически и некоторые посторонние шума по поводу макияжа я специально снимаю сейчас для вас без косметики чтобы вы видели как на мне отобразилась беременность что вам не изменилось что нет в основном от цвет кожи я очень сильно побледнела и у меня мешочки под глазами но по поводу высыпания они у меня всегда были это была моя больная схема и она осталась просто периодически они начинают проходить и опять появляться также сразу скажу волосы вы видите такие красноватые блики это осветленные прядки это все было к свадьбе я с того момента больше всю длину волос не красила я подкрашиваю корни потому что иногда вылезают светлые волосочки их иногда вблизи в принципе видно по поводу кончиков концы у меня как были сухими так и остались в ближайшем будущем после родов я планирую отстричь волосы именно секущейся и наверное мне опять получится длина под боб не знаю вот пожалуй по поводу внешнего сразу покажу вам свой живот чтобы вы видели насколько сильно изменился и так я сейчас в летнем платье от очень дэм она джинсовая очень мягко очень гладко мне очень нравится мой животик большой как вы видите он растет у меня вперед а не вширь единственное что вначале у меня не так сильно он был приподнят у меня в основном поднимался низ и малыш у меня находится как объяснить очень низко у меня плацентация у меня получается что он снизу но периодически ножками он толкает меня уже сверху в плане ребер пара он у меня пока не бил вы видите спереди даже очек тоже не маленький раньше у меня не было приподнято в этой области где ребра сейчас же у меня приподнялось потому что малыш уже крупный единственное да конечно я набрала вес и так с момента как я встала на учет от изначального моего веса 68 килограммов я прибавила 10 кило я прибавила 10 килограммов на сегодняшний день срок моей беременности 29 недель и 3 дня сегодня 24 25 апреля поэтому я уже прошла второй триместр и могу смело про него рассказать вам последнее на чем я остановилась это было как раз выписка из больницы в первом триместре где-то с 13 недели грубо говоря можно считать вступление уже во второй триместр и длится он приблизительно до начала 28 недели ну и 28 конец не было начало 28 недель все мы уже пережили этот страшный ужас второго триместра что могут быть и дальше замерзшие беременности так далее это все реально ну и просто как упадет себя хотя бы раз извините станционар вас останется паническая какая-то такая атака в плане того что с малышом может все-таки случиться по поводу скринингов узи и пола ребенка после как меня выписали из больницы у меня был постельный режим соответственно я не ходила на узи на узи я пошла в 16 недель для того чтобы узнать пол ребенка но малыш у нас хитрый оказался он не показал еще он все время раскрывал ножки закрывал ножки то откроет ножки ручка прикроет тот вернется к нам спинкой врач водил водил по животу пытался найти но к сожалению не получалось а единственное что по тазовой кости он сказал что нас похоже больше на девочку вот я могу вам показать результат музей но в принципе здесь мужа особо не увидите потому что у меня только в фотографии вот главную мозг мы смотрели его череп как развивается полушария также мы смотрели его сердечко здесь его хаграма и соответственно здесь меня плацента после как меня выписали из больницы меня волновала только плацента потому что мне было отстойками на плацента и мне нужно было узнать сколько из-за стресса так как стресс волнение все это очень влияет на развитие самой плацента мне нужно было узнать как она у меня расположена насколько она плотная и так на 16 неделе беременности это у нас было сейчас даже скажу двадцать седьмого ноль первого вес малыша составлял 156 грамм чистота сердцебиение было 148 150 ударов в минуту это было уже после обеденное время поэтому мало малыш у меня отдыхал так как было 6 часов вечера он был такой спокойненький по поводу плацента у меня толщина плацента нормальная 16 миллиметров но к сожалению у меня низкий край плацента он был выше внутреннего зева на 5 и 3 нормой считается на тот момент считалось 7 от 7 и выше поэтому не низкая плацентация но единственное что хорошо степень плаценты зрелости и у меня но это бишь она мне молодая поэтому малыш хорошие оболочки единственное что расположен он у меня низко плацентация на самом деле плацента она со временем у многих поднимается по последним моим узи могу сказать что у меня так и не поднялась в принципе следующие узи мне нужно было сделать уже в 20-22 недели точнее пройти скрининг на скрининге я наконец-то знала пол скрининг не назначили у меня было прям начало 19 недели только-только закончился 17 неделя немножко рановато они меня погнали но ничего 12.02 мы как раз съездили с моей мамой на скрининг я уже шла по очереди кровь я не сдавала мне нужно было просто сделать грубо говоря обычное узи проверить именно состояние малыша и так на тот момент малыш у меня весело же 240 грамм также у него я не знаю как это объяснить он вообще был пол как я узнала пол я рассказала врачу что я ходила после больницы на узи полу хотела узнать вот наверное уже знаете тогда по игры да нет понимаете в том-то дело не показался готова смальчик вот и поворачивает ко мне экран и показывает малыш прям раскрыл ножки и грубо говоря всем своим достоинством лежал к верху не во всей красе показали что у нас мальчик имя мы уже давно выбрали у нас малыша будут звать егорка вот да и не потому что мне нравится егорка нет это вообще не к этому малыш был активный он шевелился он также как я любит щупать себя по лицу за лицо просто трогает постоянно ножки ножки у него просто просто лапочка врач хотела показать мне профиль малыша но в момент когда она навела малыш из профиля получается он где-то лежал так он повернулся прям ко мне лицом и на меня прямо смотрел на самом деле это очень мило с другой стороны много пугающе потому что на обычном узи на том на тот момент настолько просвечивало лицо что было видно череп и именно глазницы на тебя смотрят и глазницы пустые это немножко пугающе но малыш видимо понял что мама что-то не то испытывает а вроде радость и страх и он обратно вернулся в профиль и я увидела его носик носик ну по именно на тот момент узи больше был похож на мой такой же более-менее кучери кучерявых из как курнос и такой же сдернутый вот просто было настолько приятно видеть малыша но единственное что сердцебиение также у него 130 150 ударов это норма единственным было то что у меня также не стала еще подниматься плацента у меня осталась низкая плацентация вот я пытаюсь посмотреть идти и точнее вот единственно здесь они не пишут что у меня плацента на 4 сантиметра выше внутреннего зева но в предыдущем как бы понимать да за 16 неделю у меня было 53 это видимо зависит от оборудования потому что показывал уменьшим она сказала что ничего страшного что такое бывает принципе не стоит переживать а сама по толщина плацента у меня было 26 миллиметров то бишь нормально и также она у меня была по сроку степени зрелости 0 то бишь молодая по поводу сразу движение скажу толчков я первые толчки почувствовал еще на 12 неделе многие скажут как так это же невозможно типа то что многие кто выражает второй раз они до начинают чувствовать на 15 16 недели нет первые самые такие толчки они были очень редкими он мог толкнуть меня допустим там два-три раза с определенным промежутком допустим там в пару минут там в 3-4 минуты вот но эти толчки были внизу внизу живота и мы прям в области паха почти практики и все и допустим несколько дней он мог меня больше не толкать почему я говорю что с такой уверенностью что именно 12 неделя потому что позже ну точки периодически тоже продолжались чаще всего меня бьет с левой стороны на неделе 15 16 и толчки стали просто уже сильнее и чуть выше соответственно опять он мог также меня ударь так тынк 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 и в какое-то время проходит он опять замирает там опять так тынк 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 то бишь он четко движениями делал и после этого вот когда уже мы хотели последний раз последним узи у меня было 10 0 3 на сроке 22 недели ну почти 23 уже мы пошли на узи в обеденное время так как я кушала соответственно малыш получил еду и он был активный поэтому когда мы пришли на узи я уже сидела меня может начинал подталкивать когда я легла на кушетку врач начал смотреть я чувствую меня прям на уровне где-то ну чуть ниже пупочка начинает толкать прям бьет а врач в этот момент как бы выводит по внизу как раз по паху где-то экран повернут не ко мне больше к мужу и к врачу то бишь я не вижу вот я говорю малыш так он говорит вот малыш у вас там шевелится я говорю а можно чуть ко мне повернуть я ничего не вижу вот и он показывает малыш лежал вниз головой уже на тот момент 23 недели ну грубо говоря 23 недели уже он у меня уже принял правильное положение хотя не знаю мне кажется иногда так ворочается и толкал меня прямо в живот то бишь на экране было четко видно как он мне пихает поэтому муж первый раз увидел как бы на самом деле что это не так не кажется там да не таким то что на руку ладьет толчки были не такие сильные малыш ну как будто пугался он так зажимался и тишина только папа уберут рук проходит какое-то время я кладу опять рук он начинает не опять толкать мужу нет ни в какую только чуть-чуть покажу вам результаты моего узи на тот момент единственное здесь у меня опять же стандартно тоже так же идет голова сердцебиение и плацентация но врач нам сделал подарочек так как мы думали вообще начали идти на 3d узи либо пойти на обычные узи просто на 3d узи и соответственно видео запись фоточки мы подумали посмотрела почти пять тысяч я так подумала посмотрела видео как другим делали и посмотрела на этих с одной стороны тогда приятно ты видишь малыша но с другой стороны это желтое тело очень не знаю но какой-то момент и вроде бы тебе приятно с другой стороны это отталкивает по крайней мере меня меня это больше пугало чем радовало поэтому мы решили пойти на обычные узи и я кстати не жалею в принципе здесь у меня уже альбом для малыша я купила здесь у меня просто первые самые первые первые узи то бишь когда только узнала что беременна это четыре недели потом по моему девять недель и здесь у меня вот постараюсь показать фокусируйся здесь нога если вы можете посмотреть здесь пяточка дальше идет ножичка тут где-то коленка у него и здесь не уляшечка врач запечатлил момент когда малыш меня толкал именно ножку нашего малыша и специально распечатал нам я была просто настолько эмоционально про ну не знаю приполнялась за счастье радость что малыш такой активный малыш папе не хотел показывать что мальчик все-таки кое-как там нашли навели ну так отдаленно не как при мне в тот раз крупным планом показалось что все таки у нас мальчик что пищу там папе показался видимо все таки он как-то стесняется когда так много людей и на тот момент уже на 23 недельки он весил у меня 503 грамма это на самом деле чуть больше положенного в этом сроке не помню 480 475 грамм весь то пришел у меня крупненький был уже а так сердцебиение было сто сорок четыре сто пятьдесят ударов в минуту это средний стандартный как вы понимаете не ниже не дальше и на тот момент у меня как раз толщина плацента здесь у меня указано 23 и 6 миллиметров а в скрининге у меня было уже 26 миллиметров видите разница но нижний края плаценты как расположена на 6 и 3 соответственно там у меня почему-то больше по размерам меньше я не знаю как это происходит но самая главная степень зрелости моя плацента опять же также осталась нулевая то бишь молодая поэтому плацента у меня так до сих пор мне кажется особо не поднялась потому что малыш меня как пихал снизу по бокам и так и осталась единственное что у меня сейчас стало же толкать чуть выше иногда пупка либо в области пупка это зависит от моего расположения сижу лежу вот но по тому как он лежит мне кажется что он уже находится в правильном положении то бишь головка вниз и живет своего момента когда он появится на свет по поводу токсикоза мне кажется видео долго получается но это патологическое про беременность поэтому не удивляйтесь по поводу токсикоза токсикоз прошел у меня где-то на 16 неделе меня перестало тошнить по несколько раз на дню я стала кушать мясо я ем сейчас практически все кроме скумбрии корнишонов и в малом количестве ем рис потому что вот о чем я тошнила в первом триместре и все таки я с трудом могу это кушать сейчас но на данный момент я ем почти все фрукты спокойно единственное раньше я очень любила апельсины я могла есть по 4-5 апельсинов просто на дню сейчас же я съедаю полтора и у меня уже начинает чесаться лицо причем я ориентируюсь на свои аллергии почему мне больше нельзя это руки начинает чесаться особенно если в области татуировки у меня прям активно там и подбородок подбородок чаще всего у меня чешт если я плю я злоупотребляю периодически сладкой водой когда я пью сладкую воду если начинает чесаться низ вот эта часть я сразу прекращаю пить потому что это аллерген сразу отставляем в сторону то же самое с шоколадами тортиками если я вдруг начинаю переедать сразу начинается аллергия клубнику я кстати тоже ем но клубнику в принципе в зависимости от того откуда привозят иногда у меня бывает сутка иногда я спокойно ем и вообще без проблем никакой аллергии поэтому токсикоз прошел на 16 недели но даже сейчас иногда если я с утра в скажем так встала рано проходит час-полтора и не ем мне начинает тошнить поэтому ну это из-за того что в желудке сок желудочный начинает накапливаться так как малыш большой он давит уже желудок смещен соответственно у меня сок начинает подниматься и меня подташнивает это ужасно вот недавно было плохо он не успел вовремя поесть и знаете когда меня тошнило в первом триместре это ничего вот когда меня тошнило недавно это настолько болеть живот начинает это просто ужас поэтому я надеюсь что вам повезет у вас токсикоз быстро пройдет что у вас не будет такого кстати миф разве я сразу миф многие говорят что когда токсикоз типа тебя там тошнит то это скорее всего девочка нет у всех все по разному обращайте внимание на ваших мам как у мам проходила беременность моя мама был токсикоз с моим братом а когда она ходила беременной у нее ничего не было то же самое у меня сейчас мальчик меня тошнит дальше что еще вам такого рассказать толчки рассказала токсикоз рассказала вес свой сказала ну грубо говоря у меня сейчас 78 килограмм веса это в принципе заметно по моему телу я начинаю ощущать уже такие лишние кило я рассчитываю из того что малыш весит меня уже примерно килограмм соответственно я ориентируюсь по тому полнее или нет это подбородок точнее второй подбородок щеки и руки с ногами вот ручки у меня что-то стали прибавлять тоже в принципе я не сильно пока переживаю потому что это нормально я кушаю я просто сейчас очень рада что могу есть поэтому я ем я стараюсь себе не отказывать так сильно ни в чем вот иногда конечно я реально тянет на вредную еду бывает такое это ужасно но тут честно скажу вот если что-то хочется лучше это съесть потому что потом замучаешь всех остальных по поводу ухода уход за тело по поводу растяжек того что может быть грудь начнем с груди у меня и так большая грудь соответственно у меня стали появляться растяжки небольшие в принципе я не сильно комплексую по этому поводу потому что сиськи я сегодня не выставляю на показ поэтому мне как-то пофигу единственное что соски да они темнеет пигментация появилась и начали периодически у меня какое-то время болели они потому что грудь наливалась она осталась больше ну не настолько сильно у меня прибавилось в размере мне кажется на пол размерчик только соски если у вас они сохнут вам неприятно у вас повышенная чувствительность вы можете купить себе бипонтан плюс бипонтен как хотите я купила себе бурилан 100 это мазь как раз и чаще всего пользуются уже после родов как раз когда грудное вскармливание происходит по текстуре он напоминает воск плотно поэтому нужно ну я его закрываю в руках и потом только наношу он хорошо увлажняет но единственное не знаю я бы все таки побоялась давать грудь потом малышу ну не промыв не смыв этот воск не знаю напишите пожалуйста те кто рожали те кто уже там пользовался им после родов во время грудного вскармливания как у вас было все хорошо как бы не в инкопаллергии так он вообще гипоаллергенно считается но все таки я побаиваюсь а также от растяжек уже кто-то пользуется для груди есть специальные масла у меня к примеру масло спрей я использую больше на живот в области боков бедер масло спрей от растяжек мама комфорт он в принципе приятный его наносишь он быстро впитывается аккуратненько растеряешь также помимо этого я пользуюсь маслом от джонсон за бейли периодически тоже наношу после душа на животик и все нормально и если я не пользуюсь ни тем ни тем то я использую такую мусс для тела органик его можно купить в принципе почти во всех хозяйственных магазинах в той же самой подружке стоит он дешево в районе 200 рублей у меня это балийский цветок запах приятный как обычным кремом животик гладенький мягенький то бишь универсальное средство можно для всего тела использовать кожа у меня сохнет сохнет в основном лицо руки для рук я использую на данный момент у меня крем мангостин мне его подарили он не любит фокусироваться все время отсвечивает он очень приятно пахнет и хорошо увлажняет можете в принципе любой крем который вам подходит если у вас сушатся руки и для лица рыба реально рыбу превращаюсь я использую сейчас гарнир скин натурал так давай фокус фокус малыш не хочет фокус короче есть такая линейка новая это питательный крем розовенький как бы сказать так иногда мне подходит иногда нет я допустим просто как делаю очищение с крабом то кожа сухая соответственно я сразу ношу на лицо этот крем в небольшом количестве в принципе это по моему все мои такие секреты по увлажнению по уходу за телом для волос я какое-то время короче стопанула купила себе джонсонс бэби шампунь детский думала там химия поменьше но единственный минус если у вас окрашенные волосы у вас будет быстро вымываться краска поэтому у меня сейчас растают корни я уже больше не пользуюсь этим шампунем джонсонс бэби я купила себе новый гарнировский шампунь оранжевая линия сос по моему называется маску бальзам и шампунь соответственно в принципе по волосам где у меня живые не сухие концы да все хорошо мне нравится но где сухие концы они все таки сухие их нужно обрезать по поводу северных всяких примет единственное что я не делаю я не обстригаю волосы я не вяжу и мы не купили коляску с кроваткой да типа считается плохими приметами мы собираемся вот уже во вторник покупать пеленальный столик и всякие прибамбасы именно для этого одежда все остальное у меня уже лежит складировано и ждет когда я вам все это покажу что-то я забыла рассказать я пытаюсь помнить память память стала хуже намного хуже ничего не помогает как буду сдавать боссы защищать я вам вообще не представляю по поводу половой жизни это вообще сложная тема если у вас есть угроза выкидышей то лучше воздерживаться и также лучше вообще забыть про всякие поездки это вряд ли все удастся сейчас очень хочется поехать отдохнуть вот но к сожалению я не могу мне нельзя ну и на данный момент уже 29 недель никто тебя в самолет даже не пустит потому что все ты можешь уронить на борту по поводу закидонов фильмов у меня их на самом деле так не особо много у меня как было допустим я была чувствительным человеком мне легко было расстроить я могла расплакаться поэтому фильмы грустные я вообще стараюсь не смотреть я имею ввиду аля хатика мне хватает иногда рекламы я могу просто от рекламы или от песни зарыдать по поводу фильмов я смотрю ну ужасы я не смотрю новые по крайней мере потому что если будет резко испуг я не хочу пугать малыша поэтому я воздерживаюсь но старые фильмы там пилу в принципе если показывать по телеку я могу посмотреть там крик я не знаю любой какой там дыкти какой-нибудь тот же самый я не знаю там там девушка с татуировкой дракона пожалуйста могу посмотреть комедию могу посмотреть определенную там драму но если есть какие-то моменты с грустным там подтекстом музыка я могу как бы прослезиться музыку Моцарта я не слушаю мы слушаем обычную мою музыку корейскую и европейскую музыку по поводу кстати малыша он не знаю впервые вот я могу сказать у меня такое чувство что это маменькин сынок пока потому что он ну толкается допустим бабушка ну моя мама клала тут руку тоже он толкался с папой он общается но больше всего он общается со мной он толкается именно когда я говорю когда я его глажу вот и знаете был момент когда я очень нервничала допустим ну такой прям чуть ли не панический страх начинается начинаешь волноваться и он такой тебе начинает толкать типа мам я с тобой успокойся и это настолько прям не знаю прям успокаивает утешает что он радышком это настолько такое не знаю непередаваемое чувство и то же самое допустим если я могу очень сильно расстроиться там ну не из-за фильмов допустим а что-то очень сильно затронет меня допустим обидит если я разрыдаюсь реально на эмоциях он тоже начинает толкаться типа не плачь я с тобой успокойся все хорошо такой прям мужичок мой поддерживает сериалы я также смотрю мультики я тоже иногда смотрю соответственно как бы я смотрю все что мне нравилось нравится вот иногда ему тоже что-то очень нравится иногда он мне прям ну допустим я там веду какой-то диалог он мне прям как подтверждение начинает толкать вот в принципе все на этом пожалуй хватит а то я так могу часами трепаться с вами честно я уже жду поскорее начало лета у меня будут кстати госы десятого ну где-то с 1 по 10 июня примерно у меня будут госэкзамены и в этот же день я буду сдавать защиту диплома у нас можно в УЗИ написать заявление принести справку от врача что вы встаете уже в декрет что у вас обменная карта что возможно вы можете родить в определенный период там либо до экзаменов во время экзаменов либо чуть позже за большого срока ну поэтому я написала такую справочку принесла заявление написала и мне осталось только вот прийти и сдать и честно я у меня такое предчувствие что либо я вот именно в этот же день рожу либо если я все-таки защищусь через пару дней меня точно можно смело класть уже в больницу и я там точно рожу по-быстрому потому что мне кажется до конца июня я не дохожу я рожу раньше срока вот поэтому будем ждать если он кстати родится в июне до 25 по-моему там то он будет у нас близнецы а если он родится уже позже то у нас будет по-моему рак у нас в этой семье нету раков вообще у нас только вот близнецы вовны дрыбки ну и козерог одни и рогатые короче поэтому будет необычный с ним будет характер ну просто понимаете близнецы и рак абсолютно разные по характеру получаются люди мне вот интересно когда он родится когда он захочет появиться на свет но мне кажется он тоже как и я хочет уже поскорее встретиться вот пожалуй на этом все видео о вещах для малыша ждите уже наверное вот ближе к четвергу пятницы я скорее всего сниму и покажу вам одежку ну все пожалуй на этом заканчиваем пишите пожалуйста ваши комментарии по поводу вашей беременности если вы на данный момент беременны о том как проходили у вас допустим роды вашей беременность если вы уже рожали либо второй раз беременные ходите ну вот вообще делитесь просто вашими впечатлениями спасибо что посмотрели это видео всех люблю всех целую подписывайтесь на мой канал оставляйте комментарии ваша Настя пока